Добрый день! Ну что, начнем сразу с твоим сочинением. Посмотрим, что написано. Так вот, я хочу спросить, ты довольна этим сочинением? Вообще, мне не очень нравится эта тема. Неинтересна для меня. Ты довольна своим сочинением? Ну хорошо, давайте почитаем, посмотрим сначала, что тут такое. В моих близких отношениях? Да. Так. Наверное, нет никого не было в разводе. Да. 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 Чистое. Да. Делайте скайфонassen в этих вопросов LIKEWell in stone. Да. В это專長еит oven. Разводите скайфонсис. Сuperкни разводите ск aplic一下 będzie средств. Это методическое значение Pinterest today мы разбираем увеличение guilt. Атом Проводите скайфонсис. Джент mismo ты приложил . Подобрать ли мы Ihre НИКТО Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Третий. Здесь нужно заканчиваться. Второй и третий, они всегда заканчиваются. Но второй или третий, то это все. Лучше, да? Часе, чем первое, да? но кажется развод не имеет значение несчастье так Развод имеет значение несчастье. Развод не имеет значения несчастье. Но кажется, что слово развод здесь не имеет значения несчастье. Я думаю, что женщины, у которых второй брак, include женщины, а мы все равно не имеем значение. Менька подачи. Менька подачи у которых наночения несчастье. Эти демок подачи у которых не имеют значение. Менька подачи у которых не имею значение Продолжение следует... 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 среди. что Брага здесь есть супруга же, что в том числе, которое мы можем сделать. Мы также не знаем, что было слово это поведение? А дальше? Причём в порядке, мы Ochando, мы Жоуで приглашать. Мы Жоу Брагу. смартайон ну вот так же она thinks мыслut thấy đó là gì là phải туалет theo nguyên tắc xây dựng câu в мире trong này thì là gì thừa linh tinh cả это кликача и которое мыeso etich это figured как-то сейчас делаем то есть мысли не киев 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 это тюнян đầu tiên làm cho cả hai vợ chồng đều làm sao nào à à à à à à em đăng phải làm gì đó đó nó thế nhưng mà ở trong trong cái cách xây dựng câu như này nó làm cho bản thân nó làm cho em bí bí mà cuối cùng là gì là cái cưng là biết linh tinh đó như cả chiếc nếu như đã những gì em làm sao nè à ở đây đến vạn này hiện trái bắt đầu ý định của mình biết là đây chúng ta có thể Таиман это горький опыт, да? Ты знаешь, что это? Это, это, ну как, это слово, как это, ну, серьезно. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. А, ну, ага, что. Развал, развал, да? Развал брака. Да, это, наверное, это самый горький опыт. Ну... Правильно, да? Ну, может быть, я не знаю, у меня нет опыта. Развал семейного тяга или брака, это, по-моему, это самая такая горькая драма, считается, да, в жизни каждого человека. Так? Я думаю, что так. Да. Я думаю, что так. Потому что, каждого человека это строить себе семейную жизнь, да? Семейную жизнь, да? Создать семейный очаг, вот. А когда вот это, это не получается, естественно, кто может зарадоваться от этого? Я думаю, что нет никто. Вот так вот. Так что можно смело называть этот горький опыт от первого брака. Это делает супругами, да? Более, да? Более, да? Более, да? Да. Да. Новых отношений. Новых отношений. Новых отношений. Новых отношений, да? Да. Создание новых отношений. Думаю? Так вот. Угу. Да. Так? Это я думаю, что так нормально. Вот. По-моему, не каждый брак приносит счастье. Не до конца. Слово до конца, это неправильно. Не каждый брак приносит полное счастье. Но безусловно, он должен быть счастливым в начале. Да, можно и так. Да, можно и так. Да, можно и так. Слово до конца. Но безусловно. Слово до конца. Слово до конца. Слово до конца. мое мнение мое мнение в том что я думаю как как я полагаю как я полагаю так вот по моему мнению по моему по моему мнению на мой взгляд как я думаю мое 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 мнение в том что как я полагаю хорошо хорошо это значит видно что человек еще не жил в браке человек еще не жил в браке так что можно судить можно можно судить смело можно судить смело что второй брак третий брак как бы не вы не до такой степени счастливый как первый первый брак всегда как бы полноценный как бы полноценный полноценный раз и первый брак первый брак всегда всегда полноценный каком плане это это первая любовь до 1 это дружба д дружба это так и это 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 ну как говорят взаимопонимание 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 и убирать и и это это уступки уступки короче вот первый брак это всегда самые красивые самые красивые отношения это самые хорошие 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 отношения отношения можно говорить самые чистые отношения да конечно это от каждого человека и от каждого взгляд до от каждого мнения человека да вот так а если человек в самом начале уже сильно стремленно выходит замуж за за какое-нибудь состояние или за какие-то деньги либо за какие-то должности например да но естественно что это уже не не тот вариант что вот если девушка уже воспитана с детства что она должна выйти замуж за богатого человека что она все в жизни стремляется именно к этому она ищет себе потенциального жениха хорошего жениха который у которого есть деньги есть имущество есть машины есть дома до мужчины например на мужчины наоборот мужчины в основном они хотят выйти замуж а они хотят жениться скорее всего они хотят жениться на на красивые девушки например да на красивые женщины например да мужчины в основном это ради ради красивой внешности в основном а женщины женщины это уже стремление выйти замуж за хорошего хорошего человека по моему женщины оценивает внутренний мир женщины всегда оценивают ну качество качество характер человека потому что она считаю что она будет с ним жить а мужчины мужчины может жениться на одной девушке его потом он может макнуть рукой он может думать он может думать что ай ладно да поженились на другой например данный третий типа того так что мужчины особо не смотрят на долгосрочные отношения мужчины смотрят на красоту на на внешность он может удовольствоваться именно настоящим временем а будущем он не думает может из-за этого может из-за этого все женщины всегда стараются быть красивыми красивыми да может быть потому что они знают что это их оружие оружие для того чтобы привлекать мужчин чтобы завлекать потенциальную жертву да типа того она бывает но бывает когда женщина выходит замуж ради ради денег вот но потом потом успокоиться и у нее появляется какое какое-то чувство да да я считаю что так это очень часто бывает вот например мужчина может думать что ай ладно она меня не любит но сейчас поженимся да и поживем и и она успокоиться и она полюбить типа того ну действительно если человек на самом деле хороший а почему не любит вот например а подошел к тебе человек на говорит девушка давай выходи за меня замуж да но он такой большой не вы а он такой большой и некрасивый например да вот ты смотришь на нее какой ужасный человек да и не хочу я с ним жить ну ладно хорошо но он ухаживается за тобой каждый день приносит святые подарки да водит туда-сюда да ездит на хорошей машине вот ухаживается и никаких от него никаких грубых можно сказать что поступков да вот он относится к тебе очень хорошо он тебе слушает он не угрожает тебе не оскорбляет короче вот так вот он относится к тебе очень хорошо вот но опыт и поживешь с ним через какое-то время от изама ты заменда что да у нас вичина хороший тогда ты начинаешь сравнивать до сравниться с тем человеком другим человеком с одним мужем другим мужем у наташи его другой например да вот и у них какие-то мужья например а ты считаешь что у него у тебя хороший муж а чего не любит да вот так и тогда но вообще это очень редко кажется это очень редко редко случилось но редко почему редко потому что редко бывают хороших людей да да самое главное это скорее всего да поэтому люди говорят что вот хорошие мужчины не валяться на дороге они если хорошие хорошие мужчины у хороших мужчин уже есть хозяйки как говорят да 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 согласно да вот так вот хорошо это значит у нас сегодня как раз текст об этом я надеюсь что ты уже почитала да да я почитала да ну и что то что тут что что тут непонятного и какие-то тут новые слова вроде нет никакого все понятно мы так ничего да да нет ничего ну да да а хорошо о чем идет речь о чем идет речь о чем этот рассказ ну короче кратко рассказать кратко рассказать рассказ ну как это манчик ну как это манчик что можно рассказать а ну манчик о 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 генхо о 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 У него есть семья, мама, папа. Вот так вот. У него есть мама, папа. У него есть мама, папа. Так. Очень любят взрослые книги. И даже от нас, да и все. Какое у него хобби? У Генки. Он любит читать? Он очень любит читать, да? Любит читать, да. Именно взрослые книги. Она была очень скучная, но... Так. Что можно сказать? У него есть отец, да? У этого Генки, да? Есть отец. Да. У этого Генки, да? У этого Генки, да? У этого Генки, да? У этого Генки, да? Отец. Что за человек? Кто он такой? Он... Отец, он хороший? Да. Но в каком плане он хороший? Он... Так. Он научил Генку. Он научил Генку. Генку. Как правильно читать? Генку. 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 Как правильно читать книги? Ну... Он учил читать. Да? Он учил его читать. Да. Книги. Угу. Ну... А... Работик. А... Что еще мне ответить? Ну, он учил... Как надо читать, правильно? Как надо читать? Да. Сначала надо знать, кто написал книгу. Это автор книги. Да. Как называют... Как зовут автора книги. Вот. Потом название книги надо знать. Как называется книга. Да? А потом посмотреть содержание. Как надо читать. Вот. Вместе они читают. А... Почитают. Потом что? Потом перерассказывать. Видишь? Да? Да. Я буду тебе советовать, что читать. А потом мы будем разговаривать. Будем разговаривать. Да. И каждый вечер сын рассказывал, что прочитал. А... А... И когда отец понимал, что сын читал не всю книгу... А... Сначала он любил читать, но он не читал всю книгу. Он читал чуть-чуть. Он читал до середины и он бросил. Да? А... Да. Вот. А... Так. И тогда что отец сказал ему? Никогда не говори неправду. Никогда не говори неправду. Да. Да? Это... Это как кость. Кость рассказа. Ты говори. Ты был сын. Ты был сын Коан. 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 Да. Да. Это именно вот эта вот суть сюжета. А... А... Не правду. Не говори неправду. Это хуже всего. А потом... Да. А потом... Да. Ему уже понравилось читать по-новому экзамены. У отца кончились. Что значит экзамены отца кончились? Что это значит экзамены кончились? Что это значит экзамены кончились? Проверяет. 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 Как он читает. Как он понимает. О чем он читает. Он должен рассказывать папе о том, что он читал. Да? Это называется экзамены. Экзамены. Да? Да? Да. А... И мама тоже часто разговаривала с ним. Вот так вот. Это значит у них, что семейная жизнь, да? Налаженная. Да? Налаженная. Все хорошо как бы. Да? Все хорошо. Да. Вот еще выражается как. Мама не работала. Папа работает. Так. И мама говорит, что ее работа это муж и сын. Муж и сын. Да? Муж и сын. Это значит, что она заботится о муже, о сыне. Вот. Да. И как это выражается, она встает каждый день рано, раньше всех. Готовила завтрак, да? Подава завтрак, когда папа встал. И отец говорил, когда он, ну, уходя на работу. Уходя на работу. Да. Он говорил, до свидания, моя родная. Да? Моя родная. До свидания, моя родная. Это был... Эту фразу Генка слушал каждый день. Да? И Генка видел, как мама рада слышать эти слова. Женщина всегда радуется, когда муж говорит, да? Называть жене по-своему, да? Вот так вот. Он ее называет родной, называет родной, да? Вот. Родная моя. Вот так. Они вместе с отцом выходили из дома, вместе шли по улице, как два мужчины, да? Так. Это значит, он, мальчик, мальчик вместе с отцом. Да. И они ходят, как два мужчины. И Генке понравилось идти рядом с сильным, спокойным отцом. Как он оценивает своего папу, да? Да. А вечером он вместе с мамой, этот мальчик, с мамой ждал отца. Для них это значит, что одно удовольствие – ждать отца. Он очень хотел открыть дверь отцу. Но, видимо, что мама хочет этого еще больше. Они уступают себе друг другу, да? Кто открывает дверь отцу. Поэтому всегда смотрел, как отец входит и говорит маме, здравствуй, моя родная, до свидания, моя родная, да? Вот так он часто говорит. Да. И потом они вместе сидели и слушали рассказы отца о работе, о том, как много и долго нужно работать. Вот тут опять тонкости, да? Первое, что мы заметили, это отец говорит, не говори неправду. Это хуже всего, да? Да. А второе, что? Второе. До свидания, родная. Здравствуй, родная, да? То есть только в одной стороны. Да, да, да. Дальше идет, да? Только из одной стороны, да. И дальше что? Еще тут момент. Они сидели, слушали, рассказывали отца о работе, о том, как он много и долго нужно иногда работать. Иногда, да? Вот. А Генка рассказывал о новом фильме о школе. Это была счастливая, дружная семья. Сделали уже вывод, да? Хороший отец, хорошая мама и хороший мальчик, да? Вот так вот. И это значит хорошая, счастливая, дружная семья. Да. Если бы ничего не вылезло. Да, да. Однажды Генка слышал, что в кинотеатре очень далеко от дома, вот суть в том, что очень далеко от дома идет старый фильм, который он не мог видеть прежде, потому что фильм появился раньше, чем он родился. Тут понятно, да? Да, да, да. Да. Фим шел вечером, но Генка решил посмотреть его, потому что в этот день отец сказал, что очень занят на работе и придет домой поздно. Но больше всего он хотел, чтобы время до встречи с отцом прошло быстрее. То есть он хочет убивать время. Убивать время. Он не хотел дома сидеть, ждать отца. Он хочет проводить это время свободное, более полезным. Поэтому он решил идти в кино. Он решил идти в кино. И он с другом приехал в кинотеатр, который находится далеко от его дома. Хотел купить билет. Он уже тогда хотел купить билет. Ему уже тринадцать. Но вдруг услышал знакомый голос. Тебе не холодно, родная? Да? Да? Это его отец кого-то называл родной. Да? Да. Какую-то женщину другую. Сначала Генка подумал, что отец пришел в кинотеатр вместе с мамой. В памяти ребенка, в мыслях ребенка, отец должен быть с мамой, а не с кем-нибудь другим. Да? Если папа говорит родная, значит это мама, а не другая. Да, это значит мама должна быть рядом. Только ей отец говорил родная. Потому что он увидел, что рядом с отцом, а потом он увидел, что рядом с отцом другая женщина. И в это время отец увидел Генку. Испугался, закрыл лицо рукой и быстро прошел мир. А Генка не пошел в кино. Он медленно шел домой и думал, что все неправда. Неправда. Да? Он думал, что все неправда. И разговор отца о книгах, и его советы, я рассказываю о рабочей. Домой он пришел поздно и сразу лег спать. Что с тобой? Спросила мама. Ты болен? Не волнуйся мамочка, я просто устал. На самом деле он не хотел, не мог слышать. Что скажет отец, когда мама открыть ему дверь. Так. Так. Домой он не хотел, и он не мог слышать. Ты не мог слышать, что он был в том, что она была. Здравствуй, моя родная. Ты видишь? Он дадим, что они еще один из родителей. Да? Он уже говорил это слово родное другой женщине. и ребенок уже не признает не признает своего папу он не признает вот это вот то что папа говорит то что папа рассказывает он все это сейчас у него в душе все это он остраняет он остраняет то есть он не хочет чтобы все это было у него и в дальнейшем уже в его семье в его доме ребенок душа ребенка бунтует он не признает уже своего папу потому что это называется предательство поэтому он говорит что вот он не говорит все это неправда все это неправда то что он говорит 100 папа говорит что не говори неправду это 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 самый хуже а теперь что что тебе получается что его папа что сказал да ну вот так вот это суть это суть этого рассказа так вот ну а чем мы можем говорить тут очень такая банная можно сказать больная тема которая присутствует почти в каждой семьи когда в доме когда в семье кто-нибудь из супруг но придает именно своему своему любимому человеку называется придачен придачен в семье так семейный придать сказать это хуже всего это когда вот этого очень много случается вообще в в обществе да то что муж гуляет 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 да муж хорошо так говорят что муж гуляет на стороне муж гуляет на стороне гулять на стороне да то есть гùраль на стороне гуляет на стороне гуляет на стороне думаю это А если женщина тоже? Ну, типа, жена гуляет на стороне или как? Ну да. Жена гуляет. Жена гуляет. Жена гуляет. Муж хороший, а жена гуляет. Жена гуляет. Đó là cái câu gì nào? Đấy cái câu mà người ta nói gọi là lịch sự. Thế còn cái câu mà người ta nói nó nặng nề hơn chút nữa thì là gì? Khajit-po-babam. 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 Đó. Đó. Khajit-po-babam. Thế còn phụ nữ mà, phụ nữ mà đi xuất với người này người khác thì người ta gọi là gì? Gọi là nă-stil-ka. 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 Nă-stil-ka là gì? Đó là cái tấm thả. Đấy. Nă-stil-ka. 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 Nă-stil но все-таки же это это значит лучшее конечно когда когда ну как бы состоится в браке а если а если человек состоится состоится в браке браке они у нее можно и мода козады кого нет лучше делать лучше делать так чтобы чтобы своя семья действительна действительна да действительно стала самой счастливой конечно человек не но совершенны как говорят у каждого свои недостатки но зато есть понятие уступки не маком и ханей на зи лабит нигня так что в этом плане когда есть 7 уступки взаимопонимание то со всеми можно справиться а но значит теперь что домашние задания для меня это очень сложно ну да я думаю вы не думаете что я такая типа как опытная женщина нет нет я об этом и не говорю дело в том что это из серии и серии у меня курс такой постепенно расширяется а вот если ты видишь этой страны его смотри 20 уроков 20 уроков и они разные они разные они очень разные и охватывает вообще можно сказать что все сферы жизни так что тема 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 семья счастья любви это всегда как бы у каждого человека есть только кто как думает об этом уже другой вопрос следующий урок будет уже другой немножко становится становится явным это уже другой вопрос тоже интересно а так вот а хорошо а тогда я напишу потом да сейчас потом я пришлю хорошо если ты не хочет писать об этом тогда и придумай что-нибудь другой не обязательно так давай давайте так расскажи те а самым интересным а самым интересным о котором ты хочешь это вообще это даже сложнее потому что это неопределение это это вообще неопределение тема это еще это вообще еще и еще сложнее для меня давайте так давайте так ты увидишь ты увидишь ты увидишь ты увидишь так интересного человека ты хочешь с ним разговаривать о чем бы ты готова с ним беседовать вот так тебе теперь уже никуда не убежишь ладно давай тогда спасибо спасибо